Господин Лапшин, добрый день. Спасибо большое, что нашли время для нас. Я уверен, у нас очень интересная беседа сегодня будет в студии. У меня много вопросов, честно скажу, но поскольку у нас всего лишь 15 минут, мы должны уместиться вот в этом промежутке времени. Давайте начнем с этого. Вы очень часто бываете в Армении. Я нашим зрителям сказал, что недавно приехали из Японии. И что вас на этот раз привело в Армению из Японии? Ну, я бы сказал так, что Армения уже довольно давно стала для меня вторым домом. Трудно сказать, чего здесь больше. Интереса вот к самой Армении, к ее истории, к ее культуре, к ее кухне, или то, что нас объединяет общий враг. Наверное, это идет параллельно. Я считаю, что это хорошо. Нет ничего лучше, чем брак по расчету. Ну, это я говорю в шутку. У меня здесь много друзей. У меня здесь много действительно очень близких друзей, с которыми я связываю, очень много чего. Очень много людей, которые меня здесь поддерживают. И здесь я нахожу, ну, скажем так, и духовную, и моральную поддержку. Плюс здесь квартира есть, которую я снимаю. Это моя запасная база после Израиля. И Армения достаточно удобная страна для того, чтобы ездить по региону. Например, из Израиля сейчас ездить из-за вот этого конфликта между Израилем и Хизбалло, и Хамасом. Очень сложно. Большинство рейсов отменены. Поэтому Армения для меня сейчас удобная база. Да, и как вы правильно сказали, я был сейчас в Японии. Вообще, в 2024 году у меня было несколько серьезных поездок. Это в феврале Австралия была, где мне довелось встретиться с 23 из 76 депутатов австралийского парламента. Где я говорил как раз о преступлениях азербайджанского режима. Причем хочу подчеркнуть именно азербайджанского, алиевского режима. Я не говорю про народ Азербайджана, естественно. И сейчас в Японии у меня были встречи в нескольких университетах Японии. Это университет Хоккайдо в Саппоро. Это университет Кео в Токио. И университет Кобе на юге Японии. И еще в Осаке. Отлично. И вы затрагивали тему армяно-азербайджанского конфликта. Я в курсе, что даже на уровне посла старались как-то помешать. И даже удалось отменить одну лекцию из пяти. Одну из лекций им удалось сорвать в университете Кео в Токио. Одну из лекций. Они связались с руководством университета. Посол из Азербайджана в Токио конкретно. Он, кстати, очень грамотно работает. Я уважаю врагов, которые работают грамотно. Мало того, что он просто посол. Он еще получал образование в Японии. Он владеет японским языком. И он пригрозил университету тем, что это скажется на отношениях университета в плане выделения грантов. И со мной потом связывались люди из университета. Не буду называть их имена. Потому что все-таки это приватная переписка. Которые попросили меня тему Армении и Азербайджана убрать из лекций. Я отказался. И в связи с этим лекция была отменена. Но при этом четыре других лекции состоялись. Плюс состоялись встречи в департаменте Восточной Европы и бывшего СССР МИД Японии. И на японском телеканале крупнейшем NHK. То есть я считаю, что поездка была очень успешной. Ну я поздравляю вас. До записи нашей беседы вы сказали, что японцы не так уж заинтересованы. Или даже не знаю, где находятся и Армения, и Азербайджан. Какой конфликт вообще между этими народами длится уже сколько десятилетий. Вот как вы, человек, который родился в России, с 13 лет живет в Израиле. Потом уехал в Америку, в Вашингтон. Потом работал в Болгарии, в столице Софии, в аэропорту столицы, по-моему. В общем, человек, который по национальности не армянин, не жил в Армении. Откуда вы обнаружили вообще эту тему и стали активно вникать в тему конфликта Армении и Азербайджана? Вы знаете, вот, конечно, хочется сказать приятные слова. Главное, что я всю жизнь был влюблен в Армению, но это было бы нечестно. Действительно, я к Армении не имею никакого отношения. Я из абсолютно русско-украинско-еврейской семьи. С Арменией не связывало ничего до того момента, пока я не был арестован в 2016 году в Белоруссии по запросу Азербайджана за то, что я съездил в Арцах. Помимо Арцаха я был в 156 странах мира. Нигде не было никаких проблем, кроме как вот из-за этой поездки. Возможно, если бы меня арестовали где-нибудь в Гватемале или в Сенегале, может быть, я сейчас был бы больше связан вот с тем регионом. Но получилось то, что получилось. Я никогда не забуду режима Алиева. Пытки, издевательства, незаконное содержание в тюрьме. И Европейский суд признал Азербайджан виновным в незаконном аресте в пытках, покушении на убийство. И вам должны были заплатить 30 тысяч, если я не ошибаюсь, заплатили? Да, естественно, нет. Конечно, нет. А это разве не обязательно? Ну, Азербайджан ведет борьбу в Совете Европы, чтобы не платить. То есть они тянут время. Но, откровенно говоря, это в моих интересах. Для того, чтобы они и далее не платили, я открыл счет в Арцахбанке в Ереване, чтобы не дать им возможность даже заплатить. Потому что пока они не заплатили, это позволяет мне преследовать их во всех международных инстанциях. Вот то, что вы сейчас говорите, когда мы сообщили нашей аудитории, что господин Лапшин сегодня у нас будет в студии, вот многие вас ассоциируют, вот это тот человек, которого задержали в Минске и передали азербайджанской стороне. Он был осужден, 7 месяцев провел в тюрьме. Вот можете объяснить нашим зрителям вообще, что такое, когда человек, выполняющий свою деятельность, вдруг в третьей стране его арестуют и передают другой стране по запросу? Что такое вообще оказаться в бакинской тюрьме? Ну, это страшная советская тюрьма, вот как вот из фильмов голливудовских про советскую тюрьму. Это 3 метра на 3 метра камера, без окон, решеточка вентиляции, туалет, просто дырка в бетоне. Вода час утром, час вечером, отвратительная еда, хамское отношение, неуважительное, угрозы, допросы, в ходе которых мне говорили, что я агент армянской разведки. Ну, просто смешно. Требовали, чтобы я признался, что я выполнял заказ армянской стороны, что мне платят дашнаки, и чтобы я сказал на камеры, что Карабах – Азербайджан. И, честно говоря, мне это казалось таким абсурдом. Я им говорил, что я могу сказать все, что угодно. Хотите, я скажу, что Америка – Азербайджан, Антарктида – Азербайджан. Ну, это никогда не станет Азербайджаном. Но они говорили, может быть, это звучит глупо, но так хочет наш президент. Они это даже не скрывали. Кстати, что касается вот задержания ареста, буквально месяц назад меня задержали в Ереване по запросу Белоруссии. Опять. Белоруссия вас преследует? Ну, Белоруссия – это не самостоятельное государство, это мелкая диктатура, лишенная и природных, и индустриальных финансовых ресурсов, которая фактически состоит на оплате у режима Алиева и у Российской Федерации. И что просили, когда задержали? Как это произошло? Что было там? Они прислали, белорусы, прислали в Армению запрос на мой арест. Месяц назад, буквально, перед моей поездкой в Японию. Я думаю, они пытались сорвать мою поездку в Японию, поскольку я не скрывал, что я еду в Японию. И поскольку Азербайджан не может обратиться к Армении, чтобы меня задержать, они действуют через режим Лукашенко, с которым не близкие связи. Белоруссия меня обвиняла в оскорблении чести и достоинства президента Лукашенко, поскольку я его назвал диктатором, террористом и пожелал ему оказаться на скамье подсудимых в Гааге. За это меня объявили в розыск. Очень грустно, что Армения до сих пор состоит в этих организациях СНГ, ОДКБ и это так называемая Кишиневская конвенция правовой взаимопомощи внутри СНГ. Это сговор диктаторов с целью преследовать журналистов и оппозицию. Вот исходя из этой конвенции меня задержали в Ереване. И что было потом? Задержали и... Четыре часа меня держали в полиции. И Анна Вардопетян, генпрокурор Армении, распорядилась меня освободить. Но сам факт задержания, он просто абсолютно неприемлем. То есть это попало во все международные СМИ. То есть Армения выглядела как страна, которая выполняет поручения диктатора Лукашенко, который находится под международными санкциями. То есть, на мой взгляд, Армении надо двигаться вперед и дистанцироваться от вот этого вот советского наследия. И нынешнее правительство, вот, наверное, не так ярко, как хотелось бы, но все-таки оно приняло решение идти, вот, как говорят, вестернизейшн, да, в сторону Запада. Конечно, мы понимаем, в какой географии находится Армения и какие здесь силы работают. На мой взгляд, положение у Армении критически тяжелое. И географическое положение, если посмотреть на карту, то есть нет выхода к морю, окружена проблемными странами. И даже те страны, с которыми имеют с Арменией нормальные отношения, например, Иран, эти страны сами являются проблемными для западного мира, особенно сейчас. Я очень надеюсь, что армянского правительства получится как-то вырулить в этой ситуации. Если честно, я не представляю, как. То есть, я бы не хотел быть главой Армении в этой ситуации. Вот я бы не хотел. Но я желаю им действительно всяческих успехов. И мало того, что Армения имеет вот такое тяжелое окружение, и Армения находится в блокаде, Грузия тоже сейчас в ходе вот этих выборов, ну, скажем так, стала еще более пророссийской. И Армения фактически окружена странами, которые, ну, мягко говоря, и недружелюбны. Так еще и определенная часть армянской диаспоры в России тоже тянет Армению назад. Не все, но определенная часть. И остается только пожелать Армении всяческих благ. Мы тоже надеемся на это. И поскольку у нас мало времени, осталось у меня два вопроса. Вот вы как евреи отчасти, жившие в Израиле, служившие в израильской армии, вы, наверное, лучше меня знаете, что такое вообще национальный конфликт. И мы сейчас видим, что происходит на Ближнем Востоке. Как вы видите мир на Южном Кавказе после той страшной войны, которая была между Арменией и Азербайджаном? И я работаю с историей, я знаю, что вечной вражды между народами не бывает. Вот как вы видите мир, по крайней мере, в этом промежутке времени или в ближайшем будущем? Ну, естественно, конфликт он не между народами, он между определенными правящими элитами. Это как бы очевидно. Я думаю, мир между Арменией и Турцией и Азербайджаном наступит тогда, когда этот мир будет нужен правящим элитам в Москве, в Анкаре и, соответственно, в Баку. То есть 3 плюс 3 формат, он будет решать? Сегодня Азербайджану мир не нужен. Мир нужен Армении, но он не нужен Азербайджану. Азербайджан сегодня имеет все, что ему необходимо. Азербайджан состоит в едином блоке с Российской Федерацией, и Россия обеспечивает сохранение власти Ильхамалиева. Мы помним договоры 44, кажется, пунктов, подписанные 22 февраля 2022 года. Кстати, была годовщина туркменчайского мира. Ну, я предполагаю, что там было не 44 пункта, а только 2. Когда взамен на... Естественно, было известно, что будет война на Украине, и Путин нуждался в поддержке со стороны Алиева, чтобы обходить европейские и американские санкции, которые точно будут. Видимо, взамен Россия им пообещала сохранение власти Алиева. Потому что там есть очень сильные протурецкие элементы. Вот когда поменяется политика Российской Федерации, когда не будет поддержки вот этого бандитского режима в Баку, вот тогда будут шансы на мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Причем, я говорю, не договор на бумажке. Реальный. А реальный договор. Реальный договор. Спасибо большое. Я уверен, что у нас еще будут возможности встретиться и более детально обсудить много-много разных тем, но у нас время подходит к концу. Спасибо большое за ваше присутствие. Спасибо вам.